привет друзья с вами елена клевцова и рубрика живой арабский в этом году я продолжаю тему для совсем начинающих для делающих первые шаги в арабском языке и конечно же самого начала многих из нас интересует тема элементарных простейших бытовых диалогов и у нас сегодня диалог номер один и поскольку это диалог то конечно же мне нужны помощники и вот к нам в студию пришли два замечательных мужчины вот они и сейчас они будут разговаривать между собой а мы послушаем заодно узнаем как их зовут итак масмука масмука и сме карим во ант и сме юсеф ахлен вас ахлен юсеф ахленбек я карим и так масмука масмука мы слышим как одно слово масмука на самом деле масмука это три в одном три слова как тебя зовут а вернее если сказать точнее ма это что вопросительная частица что изм это имя ма ка это твое мужчины здесь три слова которые мы слышим как одно масмука ма посмотрите по-русски мы говорим как тебя зовут по-арабски мы скажем что твое имя да мы допустим ма хэзэ ма хэзэ что это ма хэзэхи что это эсм существительное имя посмотрите мы слышим эсм но при этом в словосочетании мы не слышим первой буквы и она сливается с предыдущей вопросительной частицей это так называемое васлирование если кто уже в теме это одно из имен с исключением как у которых вместо обычной хамзы в начале слова стоит соединительная хамза это отдельная тема но это не для начинающих отступление не для начинающих третье слово входящее в эту фразу к твое имя твое имя да она соединяется с существительным имя то есть у арабов есть такое понятие как слитные местоимения они выглядят как окончание и присоединяются к существительному на самом деле это отдельная смысл но отдельная значимая часть речи то есть к данном случае твою на смогу нас мука если мы хотим обратиться к женщине то мы вот это к заменим на ки все то же самое только ки нас муки нас муки как твои женщины имя и должна сказать что если вы пытаетесь уловить эти диалоги на слух то конечно это возможно на начальном уровне вы можете просто учить слова на слух но однако же с самого начала гораздо легче на самом начальном этапе просто выучить письменность арабскую письменность на это уходит всего лишь три часа если не верите проверьте посмотрите мой самый первый урок по арабскому алфавиту по арабской письменности он прикреплен к этому видео в описании и возможно вас заинтересует моя система то есть научиться читать это самостоятельно без меня гораздо проще чем кажется то есть на это вовсе не уйдут годы на это уйдут буквально часы и дни тренировки и так масс мука масс муки как его имя как его зовут масс муху ху это его масс муху как зовут ее масс муха масс муха как масс муху на токе масс applicate как зовут твою дочку al mass muha как зовут ею как ее зовут масса мишерик а масса мишерика как называется эта фирма то есть имя и название в данном случае будет обозначаться словом эсм. Масмешарика. Как называется эта фирма, эта компания. Масмешарика. Давайте немножко выйдем за пределы бытовой лексики. Спросим официально, как твое фамилия, имя, отчество. Масмука Кэмелен. Кэмель это полный. Как твое полное имя? То есть у арабов не будет фамилия, имя, отчество отдельно. У них полное имя. Масмука Кэмелен. Ау. Масмука Сулеси. Сулеси от слова Салеса. Три. Как твое тройное имя? То есть как раз подразумевается имя, отчество, фамилия. Масмука Сулеси. Ну у арабов вообще-то имени как минимум четыре. Масмука Рубай. Как твое четверное, четверичное имя? Масмука Рубай. Ну а если кто из вас уже умеет сам писать собственное имя по-арабски, то делитесь с нами своим опытом, пишите свое имя в комментариях. Не забудьте переключиться на арабскую клавиатуру. Итак, я задам вам вопрос. Как вас зовут? Как ваши имена? Я обращаюсь ко множественному числу. Поэтому имена это Ваши имена. Пишите в комментариях. И до следующей встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok